Здесь будет неплохой город. Это слова князя Воронцова, которые он произнес, стоя на Ейской косе. Именно здесь в 1848-м был заложен первый камень в основании города-порта и курорта Ейска. Коса, омываемая водами Таганрогского залива и Ейского лимана, стала любимым местом отдыха горожан и туристов. В советское время здесь появились пансионаты, санатории и базы отдыха. Сейчас инфраструктура более развита, да и развлечений побольше. Пожалуй, главное, зачем туристы едут на Ейскую косу, это занятия водными видами спорта. На улице с курортным названием «Пляжная» находится серф-станция. Опытные тренеры обучат любого новичка управлять доской и парусом. Самое популярное направление, конечно, виндсерфинг. Но если хотите что-то особенное, для вас есть сапборды и обучение по другим направлениям. В этом году рядом со школой появилась уникальная искусственная волна. Она годится и для развлечения туристов, и для обучения. Тренажер помогает в короткие сроки освоить азы флоубординга. Это экстремальный вид спорта, заключающийся как раз в катании спортсмена на искусственно создаваемых волнах. Утонуть здесь невозможно, как и получить серьезные травмы. Эта установка состоит из каркаса, на который натянуто полотно, на который подается очень сильный поток воды со скоростью 50 км в час, благодаря которому как раз таки и можно кататься на флоуборде. Это вот, собственно, доска, на которой люди стоят. И также есть катание на бодиборде. Это доска, на которой люди могут лежать в грудь, либо животные. На территории пляжа есть прокат оборудования. Вам помогут подобрать доску и специальный костюм для плавания. По словам Тамары Астафьевой, тренера школы и коренной москвички, в этот уютный уголок экстрима едут люди со всей страны. Приезжают и влюбляются. Я приехала, собственно, сюда и разочек увидела, как ребята здесь круто носятся, вот так катаются, с ног сшивают. И все, с тех пор меня зацепило. Здесь же на Ейской косе вам помогут освоить еще и вейксерф. Когда у нас скисает ветер, нам надо чем-то заниматься и чем-то развлекать гостей. Мы берем эту прекрасную доску и учим людей вейксерфу или просто классическому вейку. Что для этого нужно? Инструктор, доска и техника, которая будет тягать все это дело по воде. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Коса Долгая или Должанская – удивительный уголок природы в Ейском районе. Ее протяженность около 10 километров. Расположена коса Западнеейска, примерно в 50 километрах от города. В первую очередь Долгая коса известна своим уникальным расположением. С двух сторон она окружена водой. С одной стороны – Таганрогский залив, а с другой – Азовское море. А еще коса – это уникальный ландшафтный памятник природы, сложенный из ракушечных отложений моллюска. Местная природа и воздух полезны для здоровья. Люди приезжают сюда и отдохнуть, и оздоровиться. Туристам нравится невероятный простор и особая энергетика. Своё место под солнцем на Должанке найдут и любители активного отдыха, и те, кто предпочитает тишину. Здесь широкие просторные пляжи и кемпинги. Никто никому не мешает. Пространства столько, что кажется, будто находишься на затерянном острове. Места для отдыха оборудованы через каждый километр. Здесь даже своя Рублевка есть. Так называется новый благоустроенный пляж с бескрайними просторами. Несмотря на громкое имя, на Рублевку может попасть любой желающий. Вход свободный. А красота такая, что дух захватывает. Море на Должанке спокойное и тёплое. Заход в воду плавный, что удобно для тех, кто приехал с малышами. На берегу дежурят спасатели. Для тех, кто предпочитает тень, построены тенты и зонтики. Есть беседки и мангальные зоны. А ещё на Должанской косе можно поймать ветер. Эта фраза понятна тем, кто любит покорять морскую волну и укращать водную стихию. За этим сюда съезжаются поклонники экстремальных видов спорта. Здесь, на морском берегу, расположен крупнейший в России сёрф-приют, где обучают невероятно зрелищным видам спорта. Должанское – идеальное место для занятий сёрфингом, винт- и кайтсёрфингом. Отличный ветер. Прекрасный, подходит для обучения. Поскольку ветер дует с берега, а наша станция очень быстро мобилизуется. И при развороте ветра в ту сторону мы переезжаем на другой противоположный берег Тогоровского залива. И опять обучаем в идеальных тепличных условиях с гладкой водой и абсолютно ровным, спокойным ветром. Новичков, которые приезжают сюда впервые, ставят на доску за час. Тренеры спортивной станции подчеркивают, что заниматься винтсёрфингом может абсолютно каждый и в любом возрасте. Тем, кто катается впервые, помогут с выбором первого сёрфа. Для тех, кто давно в теме, есть профессиональное снаряжение. А ещё на сёрф-приюте много обустроенных мест для релакс-отдыха. Приятные лежачки с зонтами, где можно спокойно почилить, отдохнуть. Детская купальная зона, безопасная для купания детей. И также для взрослых всё огорожено, всё сделано так, чтобы максимально сделать ваш отдых безопасным. Поклонников скейтборда ждёт в сёрф-приюте сюрприз. Здесь построена площадка с особым мягким покрытием, благодаря которому новички будут чувствовать себя более уверенно. Тренируют их профессиональные спортсмены, а записаться может любой турист. По дороге к морю есть скалодром. И здесь вас встретят тренеры, которые за считанные часы помогут освоить азы скалолазания. Физическая подготовка, конечно, пригодится, но для новичков подберут лёгкий уровень сложности. Единственное, чего вам не дадут здесь делать, это лениться. Лезь по красным и не халтурь! На Должанской косе можно остаться надолго. Есть где отдохнуть после активного дня. На сёрф-станции построены комфортные домики с видом на море. Многие туристы не раз возвращаются на Должанку. Только здесь, говорят, можно получить ни с чем не сравнимые впечатления. Стоять на краешке косы и любоваться полным штилем Таганрогского залива. А с другой стороны покорять волны в штормящем Азовском море. Прямые улочки, аккуратные старинные домики, утопающие в зелени парки. По Ейску приятно гулять. Царит атмосфера уюта и спокойствия. Знакомство с городом лучше начать с исторической части. Улица Свердлова – популярное место для променада. Она закрыта для транспорта. Территория отлично обустроена. Много мест для отдыха, фонтанов и кафе. По обеим сторонам расположены здания постройки 19-го – начала 20-го века. Найти улицу несложно. Здесь расположена главная торговая площадь – Ейска. Здесь же находится памятник истории и архитектуры прошлого века – гостиный двор. Единственный сохранившийся на юге страны. Здесь же и здание городского общественного банка, ныне здание администрации. А прогулка по Ейску предусматривает не только разглядывание достопримечательностей, которые находятся рядом, но обязательно нужно поднять голову вверх, чтобы увидеть мельчайшие детали. Например, на здании городского общественного банка имеются маскаронные сатиры, которые символизировали неправильную трату денег, неумеренное веселье. Они были расположены на многих банковских зданиях. О самых важных исторических событиях гостям города рассказывают и металлические таблички, уложенные в нашей булыжной мостовой. Городские ведомости знакомят и с открытием порта, и строительством важнейших архитектурных объектов, и личностями, которые сделали наш город. Большое число зданий, которые вам попадутся на центральной улице города, имеют историческое значение. Многие из них – это особняки известных купцов. Именно такой дом стоит на бывшей Таганрогской улице. Возведен он был в 1913 году по заказу одного из крупнейших торговцев зерном нашего города – Ивана Феоновича Струцкого. Но почти сто лет это здание служит почте. Здесь размещен главный почтамк города Ейска. Замыкается на Турский дворик особняк купца Варварова. Иногда его фамилию в Ейске называли по-другому – Варваров, потому что ему принадлежал цементный завод на Ейской косе, и он забирал нашу знаменитую черепашку для того, чтобы использовать ее для изготовления своей продукции. Но в годы Великой Отечественной войны в этом знаменитом в городе особняке разместился штаб Азовской военной флотилии во главе с Сергеем Георгиевичем Горшковым. Подходим к перекрестку, который в прошлом символизировал сочетание старого и нового. Раньше эта улица называлась Черноморская. Вот мы подошли к перекрестку с бывшей улицей Черноморской, названной так в честь войска черноморских верных казаков, переселившихся на Кубань в 1792 году. Здесь установлен памятник человеку, который возглавлял самый большой отряд черноморцев, которые пришли на Кубань – Захарию Алексеевичу Чепеге. От памятника Чепеге рукой подать до моря. С центральной улицы Ейска вы сразу выйдете на благоустроенный пляж Каменка, где вас ждет чудесное продолжение прогулки с видом на Азовское море. Субтитры создавал DimaTorzok